на завтрак я сегодня буду готовить сырники так значит что нужно для сырников ну в первую очередь творог потом я всегда беру немного либо кефира либо какого-нибудь йогурта добавляю 2 яйца обязательно мою всегда как приучили мне знакомая работал антицфабрики и говорил свет их обрабатывают поэтому желательно яйца из магазина мой но и не только из магазина ее бабушку покупает уже их мой ну и основной ингредиент конечно же мука я все время говорю это сарепта сарепта потому что мы живем в городском регионе это на данный момент самая лучшая мука это не опять верни реклама просто это самая лучшая мука для выпечки для чего угодно и сахар это все по вкусу еще соль добавляю конечно же ну что приступаем готовить для начала творог разминаю вот так вилочкой разминаю чуть-чуть посолила добавляю сразу сахар никогда не считаю сколько тут у меня сахара я потом по вкусу проверяю достаточно или нет опять все перевешиваю вилочкой потому что разбиваются крупные комочки добавляю 2 яйца все элементарно просто ни от кого не секрет тут делает сырники все прекрасно знают как их готовить ну каждый делает тоже у кого-то какие-то свои хитрости какие-то тонкости каждый делает по-разному например я не делаю в виде котлеток и я не обваливаю в микки в муки и не обжаривают таким образом я делаю а вот эту смесь из творога пожиже и ложкой выкладываю на горячую сковороду сковородку сковородку не знаю как добавляем кефир йогурт у кого что есть мне кажется они получаются от этого более нежные буквально две какие-то столовые ложки нет был его чуть-чуть и творога в принципе немного было немного соды но где-то наверное пол чайной ложечки сода кстати заканчивается над купить все опять быстренько перемешивают сода начинает гаситься благодаря кефиру йогурту но вы на поняли да не сладкий йогурт конечно же не сладкий вот такая вот масса получается потом беру просеянную муку и опять смотрю какая масса получается густая жидкая чтобы добавлять или не добавлять ну можно еще немного мне не нравится когда много муки мне нравится расплавленный творог когда кусаешь сырник а он знает как тянется со сметанкой вообще конечно на завтрак просто прелесть вот вот такая масса вот видно да вот такая масса получилось сейчас я разогрею сковородку с подсолнечным маслом и буду жарить вот сковородка у нас разогрелась беру ложку кстати сахар добавляла попробовала по вкусу мне показалось что недосложено и вот таким образом их выкладываю ложкой слегка прямая они конечно же неправильной формы если бы которые бы делали как как виде котлет тогда руками ну мне не больше нравится огонь средний вот сейчас меня сильный огонь и не брызгаются что убавлю вот так обжаривается с одной стороны потом перевернем перевернула я их вот такие некрасивые получаются сейчас обжарится вторая сторона и можно их уже выкладывать и закладывать следующую порцию вот такие у меня сырники получились к завтраку я специально положила в красивой тарелочки с подсолнушками все-таки весна на улице у нас сейчас сейчас минус 3 и солнце надеюсь что будет теплее еще ну хотя в понедельник обещает в ночь уже минус 19 но все равно зима уйдет никуда не денется но не в этом дело хотела заострить ваше внимание вот на этом киселе в одном из обзоров у одного блогера я видела нет я правда не помню какой марки но вот именно вот этой марки меня кисель быстрорастворимый разочаровал мы на все помним с детства кто жил в ссср в детстве да а такие были брикетики квадратики киселя в которой добавляли наши мамы там вишню малину там еще что то и мы даже их я в даже по одессе помню стас таскала эти кое квадратики эти брикетики и грызла их она нужно было варить так вот женщина очень хвалила сейчас хорошие кисели вот эти вот кисели значит что входит состав в состав входит сахар крахмал лимонная кислота экстракт сок натуральный вкус и ароматическая добавка гранат идентично натуральному способ приготовления засыпать две-три чайные ложки в стакан залить крутым кипятком тщательно перемешать и пить в горячем и хлаженном виде значит пробовала две чайные ложки вообще не как уж не как вода никакого гранатов привкуса вообще абсолютно я не почувствовала положила три чайные ложки это был гольный сахар то есть опять ничего и он абсолютно не за не густел был слегка слегка специально остужала и все в общем вода водой имейте ведут именно вот этой фирмы ну конечно дешевле стоит а там у нас в магазинчике где конфетки че продают он стоит-то 20 рублей на свою цену наверно так и поэтому и выглядит и в общем мне не понравился если кашку это другой фирмы не этой может покуплюсь попробую а вот эти вот еще даже не сейчас не помню не обращала внимание продаются ли вообще эти брикеты киселя которые продавались в советском союзе так так скажем но все всем приятного аппетита а сырники буду употреблять чаем не с этим красивым на картинке киселем гранатом до специального гранат там была вишня вишня вообще не как уж на и все пока пока еще раз приятного